Аррр, я приветствую вас, пиратские требья! Три умные крысы и матрасня, ну по местам! Собрались и смотрим на этот крутой набор! Набор White Cap Bay по серии Лего-пираты Карибского моря на странных берегах! По четвертому фильму величайшей саги о Джеке Воробье, капитане Гекторе Барбосе и... Неужели я что-то попутал? Джек Воробей же капитан, а не Гектор Барбоса, нет, друзья! Законным капитаном я считаю великого и ужасного грозу морей Барбосу! Но в этом наборе его нет, поэтому я перехожу в свое нормальное обличие и мы начинаем обзор на набор 4194 White Cap Bay. Погнали! Ну и сперва я предлагаю вам, дамы и господа, насладиться этой замечательной коробочкой, на которых у нас Лего, Pirates of the Caribbean, Stranger Tides и Джек Воробей и Дисней. Все еще нормальный логотип, то есть фильм в принципе был неплохой. Вот четвертая часть, ну такой слабенький фильмец, конечно, немножечко, вот, но он на порядок лучше, чем пятый, как я считаю, и честно, мне четвертая часть нравится больше. Третий, вот, поэтому, да, довольно-таки хороший фильм, мне он нравился в те времена, ну и сейчас в принципе неплохо. 746 деталей в этом наборе, набор, сам сразу скажу, суперский, офигенный, мне посчастливилось взять его за 100 долларов. В наборе 6 фигурок, Джек Воробей и Филипп, Сайрина, обычная русалка, скрам и пират, которого можно использовать для одного из черных пиратов, которые были в команде Барбоса. Ну и тут также есть надпись Poster Inside, как вы знаете, в наборах пиратов Крепского моря на странных берегах во всех были постеры, но, к сожалению, постера с этим у меня не сохранилось. Но ничего страшного. Сзади коробочка выглядит таким вот образом, показаны разные плей-функции, как опрокидывается бочка, вот сами русалки, выстреливает сеть, как может ломаться данная интересная постройка, вот этот вот сам маяк и что нужно нажимать. В общем, интересная коробка, мне нравится дизайн, сзади будто бы какая-то старинная карта. Ну и артикул, пираты Крепского моря. Все круто, смотрим на сам набор. Ну а точнее нет, давайте сперва взглянем на инструкции, их у нас тут две в наборе. Упс, я одной убил сразу, двух русалок, двух одним разом. Этот черная борода был бы рад. Ну ладно, давайте вскроем, посмотрим, что у нас тут. Дизайн очень классный, сразу скажу. Мне нравится вот эта Аква Девида по бокам инструкции, по бокам этих страничек, выглядит очень здорово. И атмосферно напоминает старые инструкции Лего. Вот так вот все выглядит, в принципе, все обыкновенно. Сзади орующий пацан, выиграйте наборы. И здесь нас переносит во вторую инструкцию. Во вторую инструкцию у нас, по-моему, есть рекламка. У нас есть рекламка на задней стороне игры по пиратам Крепского моря. Опа, вот этого я не видел. Так, ну во-первых, Лего Клуб и Лего Элиан Канкуэс. Да, друзья, шикарная серия. Эх, купил я три наборчика, когда был в Финляндии. Не сказано, этому рад. Ну и список всех деталей. В принципе, больше рекламок нет. Так что переходим к мини-фигуркам. Итак, друзья, вот и все шесть мини-фигурок, которые присутствуют у нас в этом замечательном наборе. Сразу скажу, все они мне безумно нравятся. И, насколько я понимаю, четыре из этих мини-фигурок являются вообще эксклюзивными для этого набора. Ну, начнем мы, конечно же, с Джека Воробья. Точнее, с Капитана Джека Воробья, конечно же. Посмотрите, как он классно выглядит. У него есть его шляпа. Естественно, в маленьких наборах по пиратам Крепского моря, к сожалению, шляпы у него нет. Но в этом, как видите, она есть, ибо этот набор побольше. Вооружен он своей корабельной саблей, а также компасом. Ну и у Джека, естественно, имеется второе выражение лица, где он испуганный. Ну и сзади принтинг на туловище также присутствует. Следующий – это у нас Филипп. Он у нас является священнослужителем в фильме. Ну и по, конечно же, раннему сценарию и задумке четвертой части «Пират в Крепском море» он должен был быть злодеем вообще. Вот таким вот довольно-таки жестким, интересным персонажем. Ну, получился такой священник с такой полудраматичной, не знаю, историей. Забавный факт – у него нет, видите, на груди креста, хотя он там у него был в фильме, потому что, ну, он священник, черту бери. К сожалению, Лего не сделала эту детализацию, не пропечатала ему крестик. Скорее всего, дабы не затрагивать какие-либо религиозные темы. Но это такой забавный факт, друзья. Конечно, немного обидно, потому что, ну, блин, было бы круче, если бы с крестиком был, можно было бы какого-то экзорциста сделать. Ну, ладно, придется существовать нам и жить с тем, что есть. Сзади у него такое лицо злобное, и он тут на себя, если честно, не похож. Я не помню его в таком особом фильме. Но туловище можно использовать для разных кастомов по Блотборну и, может быть, я не знаю, еще каким-то интересным вселенным. Следующая фигурка – это Скрам. Скрам у нас вот такой вот. Очень классная мини-фигурка, мне нравится его пропечатка на туловище и на ногах. На лице тоже классно, у него тут бородка, щетина. Шрам имеется, ну и, в принципе, выглядит, как обычный среднестатистический матрос. У него, к сожалению, видите, трещина на туловище. Это очень печально, но я этот брал набор БЛУ и, конечно, не ожидал таких поворотов. Вот. Тряснутый торсик придется, наверное, заказывать новый, но посмотрим. Следующий пират у нас такой вот чернокожий, отравленный черной бородой различными токсинами, взятый им под контроль, то есть, по сути, вуду-зомби. Ну и, в принципе, он довольно-таки нередкий. Он в самом маленьком наборе встречается по пиратам Кривского моря, он Stranger Tides, который называется The Captain's Cabin. Ну и последние две фигурки являются также эксклюзивными. Вот. И, наверное, самыми интересными из всего этого набора – это две русалки. Слева у нас Сайрина или Сайрина, Сайрина, неважно. И справа русалка, которая пытается совратить скрама и утащить его на дно морское и сожрать. Но ничего у нее, по-моему, там не удается. Вот это она и Сайрина. У них очень классные пропечатки. Взгляните, у них их чешуйки, ну, типа рыбы, переливаются на свету. У Сайрина имеется такая прическа интересная. К сожалению, у меня есть проблемка с Сайриной вот этой. Именно из-за этого я ей поставил такое лицо. Ну, выражение лица вы можете видеть. И сзади вам, наверное, незаметно. Нет, вам заметно при определенном свете. Вот, посмотрите, у нее, черт побери, голова треснута. Голова треснута. Ну, и сзади пропечатка. Но это, конечно же, нарекание именно на продавца, который мне это все продал. Да, голова у Сайрины сломана. Это, конечно, печально. Забавный факт. Также у этой русалки имеется двойное лицо. Но это, в принципе, логично. Давайте взглянем, что это за лицо такое. Ну, и она здесь разъяренная. Также, ну, и у Сайрины примерно такое же, только не такое злобное. Да, посмотрите на эту ужасную трещину. Так, что теперь делать? Ладно, фигурки классные. Посмотрим же на сам маяк. А вот и сам маяк, дамы и господа. White Cap Bay. Давайте посмотрим, какое старинное сооружение у нас стоит в пенной бухте. Ну, вначале проверим маленькие посудины, которые к ней причали. Вот это две лодочки, две шлюпки. Если вы помните, в одной из них или даже в двух сидел скрам с его другими матросами. И здесь, на задней лавочке, вот сюда вот этот пират. Он контролировал, ну, точнее, приказывал им петь, дабы вот эти вот русалки на их пение все, я бы сказал, слетелись. Но нет, сплылись, друзья. Вот, и тогда уже началась над ними бы расправа. Такие две лодочки, очень классные шлюпки. У них в обоих имеются ведерки и весла. Ну, в принципе, логично. Неплохое дополнение к набору. Также есть якорь. Не помню, какую роль он играл в фильме. Скорее всего, никакой. Просто является неплохой дополнительной деталькой. Далее идем, смотрим спереди. Спереди у нас тут джек. И сам заход в маяк. Забавный факт. Здесь дверь современная слишком. Вам так не кажется? Да, Nine Shop Nine Nine в своем видеообзоре 2000, ну, когда этот набор вышел, в 2011, да, говорил то, что да, дверь действительно слишком современная. Это очень странно, я не знаю, почему. Слева. Слева бочка. Даже две бочки, это, мои господа. Для чего они? Ну, допустим, есть злая русалка. Она пытается кого-то съесть. Ну, для таких человекопожирающих титанов у нас есть, нет, ни прибор пространственного маневрирования, и леви. У нас есть бочка, которая не раскрылась, как надо было. Ну, на нее, в общем, выпадают вот эти вот ядра. Скорее всего, пушечные, но я не уверен. Функция, ну, такая себе на самом деле. Ну, в принципе, можно с ней поиграть, я думаю. Для кого-то, может быть, будет интересно проверить эту фичу самому. Ну, ядра, в принципе, обыкновенные. Убираем наших русалок, смотрим на детализацию. Здесь у нас заход. Вот такое вот бревно. Это, кстати говоря, наклеечка. По бокам выглядит маяк очень красиво. Мне нравится конструкция вот этой верхней башни. Выглядит действительно здорово. Ну, серьезно, посмотрите на эту башню. Да, конечно, она вся тут снимается так просто. Почему? Я сейчас вам расскажу. Ну, а сперва про детализацию бокового вот этого вот сегмента. Даже, можно сказать, пристройки. Кстати говоря, еще один забавный факт. Здесь все это отсоединяется на таких вот техниковских деталях, дабы вам было либо легче транспортировать данный маяк, либо, как в моем случае, для моего самодельного лего средневекового порта я могу по-разному переставлять данные элементы, и будет здорово. Так, сбоку. Сбоку у нас наклеечки, естественно, и сверху маяк, который, кстати говоря, работает. Сейчас очень светло, поэтому не очень видно, но давайте я выключу освещение, и вам будет заметнее. Ну, в общем, вот видите, он все еще работает, и здесь имеется спереди magnifying glass, то бишь увеличительное стекло. Оно рассеивает свет и становится гораздо лучше видно. Так, что у нас тут? Тут у нас пушка, она здесь выезжает, на вот таких вот полурельсах открываются ворота, выезжает эта пушка, и, как вы помните, этих русалок, вот этих вот русалок ловили сетями. Ну, и при нажатии на эту кнопочку вы действительно можете выкинуть сеть, и она импровизационно может поймать вашу mermaid, то бишь русалку, и она уплывет вдали невиданное. Сверху у нас можно поставить разных мини-фигурок. Это, кстати говоря, можно использовать как форпост или какой-то аванпост для... либо же для пиратов, либо даже для солдат-короля Англии того времени. Сзади у нас имеется, ну, какой-то стэш, я так понимаю, кирка, лопата, бутылка. Ну, все для пиратов, для разных их работ и дел. Здесь такой вот столик и две табуреточки. Здесь у нас имеется секстан, также золотой слиток и бутылка. Сверху здесь этого глобуса не было, я сам его поставил. Ну, почему бы и нет, мне нравится этот глобус. Кстати говоря, он из набора самого маленького. Ну, помните, я говорил The Captain's Cabin, где вот эти чувачки есть. И чуть повыше сам маяк. Здесь бочка. Вот так вот выглядит набор сзади. И вот так вот он выглядит еще раз спереди. Ну, давайте посмотрим, тут такой разгром, весь просто кошмар. Давайте разгромим этот маяк напоследок еще сильнее. Друзья, вот эта деталька, видите, она чуть-чуть свободно ходит. Почему же она так свободно ходит? Вот почему! Вот почему! Да, это было ужасно, я согласен. Маяк сломан. И это, по идее, должно отыгрывать ту самую сцену из фильма, когда Джек очень эпично прыгает, прыгает в воду. Приземляется прямо целым и невредимым. Его хватают и съедают русалки. А проповедник Филипп читает молитву. А скраму пофиг. Ладно, шучу. Это альтернативная вселенная, которой никогда не было. Даже в удаленных и отмененных версиях сценария. В общем, вот такой вот набор. Я считаю шикарный. Ну и давайте я его приведу в нормальное состояние. Ну что же, друзья, в финале хотелось бы отметить, что данный набор, я считаю, по сути, идеальным. В нем есть все, что только можно хотеть, чтобы этот набор имел. Это большой классный маяк, который при этом не просто одна башенка и светильник. Имеется рядом пристройка с неплохой пушкой, которая, если вам не очень нравится или она вам не нужна для вот этой сценки с ловлей данных замечательных русалок, вы можете ее там убрать, реорганизовать и сделать это каким-то небольшим форпостом сборища ваших кладоискателей, ну или же пиратов. Также этот набор можно отлично и спокойно использовать для любых самоделок или сценок, связанных с эпохой средневековья и рыцарством, что, конечно же, идет на плюс всем фанатам LEGO Castle. Так что, по моему мнению, данный набор является шикарным по всем параметрам. В нем есть уникальные неповторимые LEGO мини-фигурки, которые можете вы достать только в этом наборе Whitecap Bay. Ну и в целом сама постройка, сам дизайн, он, ну, с ног шибателен. Действительно, мне очень нравится это здание, и по всем параметрам этот набор заслуживает высших похвал и оценок. Так что я благодарю вас за внимание, с вами был я, Доминато Спейс, всем желаю удачи! И ставьте лайки, трюмные крысы, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить больше классных обзоров. Всем удачи и пока!